В эфире Выборгская муниципальная телекомпания. Вы смотрите программу Город новости по Выборгске. В студии Татьяна Анкудович. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Чтобы звери не болели, в Выборгском районе началась вакцинация диких животных. Отголосок прошлого. На певческом поле в груди камней обнаружены надгробия. Театральная сцена в онлайне. Молодежный театр оценили на всероссийском конкурсе. Более 500 общественных пространств запланировано обустроить в Ленинградской области до 2024 года в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». В текущем году в бюджете региона предусмотрена рекордная цифра финансирования этого проекта – более полутора миллиардов рублей. На эти деньги благоустроят сотни общественных и дворовых территорий. В начале мая стартовали строительные работы на всех объектах. Отметим, что по словам губернатора Александра Дрозденко, реализация национальных проектов в Ленобласти, несмотря на сложную эпидемическую обстановку, не останавливалась. Мы ни на один день не остановили ни строительный комплекс, ни программу «Комфортная среда» и не остановили ни на один день инвестиции в социальные объекты по бюджету Ленинградской области. Это не только здравоохранение, это не только объекты образования. У нас строятся и дома культуры, и спортивные комплексы. Это очень важно. Мы понимаем, что экономика должна работать, но на экономике, на работающей площадке должны соблюдаться обязательно все требования безопасности. По проекту «Формирование комфортной городской среды» в городе Приморске строится дворец культуры. В Выборге же в самом разгаре работы по обустройству сквера Победы. Готовится фундамент для установки фотопанно «Бессмертный полк». Идет укладка плиточного покрытия тротуаров и дорожек внутри сквера. Ведется оформление газонов. В регионе стартуют общественные работы в сфере дорожного хозяйства. Решение о введении такого вида занятости в качестве заработка для потерявших доход в период пандемии было принято губернатором Александром Дрозденко. Субсидии на организацию этой деятельности предоставляются в рамках госпрограммы «Содействие занятости населения Ленинградской области». По предварительным оценкам на общественных работах в дорожном хозяйстве может быть занято до полутора тысяч человек. Первая общественная работа, которая начинается в понедельник, а я уже подписал постановление, выделены деньги, определены подрядчики, определено первое количество людей, которые мы готовы трудоустроить. Вот первая общественная работа связана с дорогами. Это уборка обочин дорог от мусора, расчистка от старых деревьев, покраска остановок, нанесение разметки для пешеходов, она вручную делается, покраска поребрика, знаков, столбов. То есть такая несложная работа, но выполняя которую мы гарантируем, что за 21 рабочий день, в месяце 21 рабочий день, тот, кто придет к нам работать, получит два минимальных размера оплаты труда. Это 24,5 тысячи рублей. Это неплохое подспорье для семейного бюджета, и я надеюсь, что этот тренд будет подхвачен. В настоящее время уже определен порядок предоставления субсидий из областного бюджета юридическим лицам на финансирование общественных работ. В них могут быть заняты не только безработные, но и временно неработающие сотрудники предприятий, деятельность которых приостановлена. Желающим трудоустроиться, необходимо дистанционно обратиться в районный филиал биржи труда. В Выборгском районе изменился график движения четырех маршрутов. С 20 мая по новому расписанию ходят автобусы под номерами 136, 139, 141 и 143. Районная администрация совместно с перевозчиками ежедневно мониторит заполняемость рейсового транспорта. Исходя из полученных данных, расписание корректирует. Информация о графике движения размещена на сайте перевозчика, а также на портале администрации Выборгского района. Кроме того, специалисты регулярно проверяют, используют ли водители средства индивидуальной защиты. В Выборге продолжается капитальный ремонт канализации. Леноблводоканал уже завершил работы по обновлению и строительству сетей водоотведения от территории порта до канализационного колодца. Их протяженность более 150 метров. По словам специалистов, сети на этом участке теперь будут работать надежно и безаварийно. На второй южной улице сейчас прокладывается временная канализация. Пока идет ремонт основной магистрали. Прочищают трубы так называемым методом полимерного чулка. Способ позволяет вести работы без масштабных раскопок. Это удобно для горожан. Дороги не перекрыты, привычный ритм жизни не нарушается. А надежность систем водоотведения тем временем повышается. В садоводстве в районе поселка Гончарова на пятилетнего ребенка напала собака. У мальчика зафиксированы множественные раны по всему телу, особенно на лице и голове. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, после чего будет вынесено соответствующее процессуальное решение. В настоящее время, насколько мы знаем, ребенок выписан, находится на амбулаторном лечении. То есть достаточно повезло, что проходившие мимо люди вовремя заметили, что собака напала на ребенка. Но ребенок находился, грубо говоря, без присмотра родителей, которые знали, что СНТ вроде бы как закрытая территория, и собака, принадлежащая сторожу, находится на цепи. Но это сторожевая собака. И понятно, что маленькие дети, которые не имеют еще какого-либо страха и понятия, что какой собаке можно подходить, какой нельзя и в какой момент. Ну, то он подошел, что-то ему понадобилось от этой собаки. Ну, собака, как говорится, цапнула его. Мы, естественно, проверяем все. То есть вины с родителей никто не снимает, потому что по Семейному кодексу прежде всего всю ответственность за детей у нас несут родители. Также, естественно, выясняется, кому принадлежит собака. И если имеется хозяин, то есть к нему какие-то тоже претензии предъявляются. В зависимости от тяжести полученных повреждений ребенком будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Либо это будет решено как-то в гражданском затем порядке, если родители не будут настаивать на возбуждении уголовного дела. Следует отметить, что это далеко не первое нападение собак на детей. 10 мая в Выборге от укусов собаки пострадала 16-летняя девушка. А днем раньше в том же районе Питбуль бросился на 9-летнюю девочку. Юноша серьезно пострадал в ДТП. Авария произошла рано утром 20 мая на автодороге Зеленогорск-Приморск-Выборг. Как сообщили в местном отделе ГИБДД, 20-летний водитель Рено не справился с управлением. Машина съехала в кювет, врезалась в дерево и перевернулась. Автомобиль был без номеров, а управлявший им молодой человек не имел водительских прав. Многочисленные травмы получил 17-летний пассажир. В тяжелом состоянии его доставили в Выборгскую межрайонную больницу. Полиция разыскивает мужчину, попавшего в объектив камеры видеонаблюдения. Он подозревается в попытке поджога автомобиля Volkswagen Touareg, припаркованного у дома номер 10 на улице Северной. Всех, кто узнал этого гражданина или обладает информацией о его местонахождении, просят сообщить в дежурную часть ОМВД по телефону 30307. В Выборгском районе началась вакцинация диких животных против бешенства. Ежегодная профилактическая кампания проводится по всей Ленинградской области. Бешенство – особое опасное заболевание и для человека, и для зверя. Основными источниками инфекции являются плотоядные, дикие и домашние животные. Специалисты ветеринарной службы и охотоведы занимаются раскладкой вакцины ежесезонно – весной и осенью. Вакцина представляет из себя брикет-приманку, внутри которого находится капсула с препаратом. Животное поедает приманку, вакцина попадает в желудочно-кишечный тракт, и через 21 день формируется стойкий иммунитет против бешенства, срок действия которого составляет 12 месяцев. Мы своими силами, силами станции по борьбе с болезнями животных раскладываем 3,5 тысячи доз вакцины. С учетом небольшой плотности раскладки, а именно 20-25 брикетов на 1 квадратный километр, это довольно-таки большая работа. Мы ее проводим самостоятельно. Раскладка вакцины осуществляется вручную. По словам специалистов, она является безвредной для животных. Профилактические мероприятия в основном проводят на мусорных полигонах, в парковых зонах и на приграничных территориях. В Выборге на Певческом поле в груди камней были обнаружены финские могильные плиты. На некоторых из них сохранились надписи, по которым можно определить, на каком из городских кладбищ был похоронен человек. Извлечь плиты достаточно сложно. Приходится использовать технику. Мы здесь просто гуляли и потерли камни руками. Нашли на одном из камней надпись. То есть это могильные камни. Частично мы их оставили в сторону. Ну и среди этого всего нашлось еще некоторые детали, каких-то статуй или постаментов. Я не знаю, что это такое. Потом мы это, наверное, выясним. Вообще это все продолжение той, скажем так, эпопеи восстановления кладбищ, которые были здесь забыты и заброшены. Так Флорид в свое время восстановил памятник Оскару Фриману на кладбище Сорвале. Хорошо, если те памятники, которые мы здесь найдем, обретут также свое место на каких-то выборских кладбищах. Это не обязательно Сорвале будет. Вот этот камень, который мы достанем, он с кладбища Ристемеки. Там написано фамилия, имя человека, когда он умер в 1875 год. Это выглядит сейчас несколько грязно, но без этого никуда не деться. Кто-то сюда это когда-то свалил, надо это потихоньку разбирать. Вот этим мы и занимаемся. Так что я только спасибо могу сказать, да и все, в частности, мои финские коллеги, говорят спасибо всем, кто в этом принимает участие. И местные люди, которые нам подсказали несколько интересных идей, где что поискать. И этот фаворит, который подключился и помог, и РСМ, который помог техникой в данном случае. И это только начало. Сейчас плиты очищают от мха и земли и сортируют. Полную информацию о находке помогут восстановить финские следователи. А затем надгробие вернутся туда, где были установлены изначально. 26 мая – День российского предпринимательства. Бизнесменам Ленинградской области в преддверии профессионального праздника предлагают принять участие в онлайн-акции. Расскажите о своем деле или проекте, а также о том, как справляетесь с трудностями во время пандемии в небольшом видеоролике. Кроме того, вы можете поделиться советами с другими предпринимателями. Необходимо выложить видео на своих страничках в соцсетях Instagram или ВКонтакте с хэштегом «Нашбизнес47». А также отметить в публикации организаторов акции «Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области». Самые интересные ролики разместят на официальной странице фонда. Вот уже два месяца Россия живет в условиях ограничительных мер. Все это время многие вынуждены находиться в четырех стенах собственной квартиры. Как это повлияло на привычный жизненный уклад и какие ограничения дались труднее всего, мы спросили у прохожих на улицах Выборга. На нас больше всего повлияли введение масок. Мы сами до этого носили маски, сейчас приходится. Особенности магазины надевать. И перчатки тоже, чтобы ничем не заражаться. Гулять не ходим, только вот с собакой. В школу не ходим, у меня ЕГЭ в этом году, но я не хожу в школу и приходится готовиться самой дома. Надоело уже, тяжеловаться. Дома сидеть. Для меня одно из неудобств – это ношение масок. Потому что, когда, во-первых, очки запотевают, это раз, сразу. Дышать тяжелее через маску, чем просто так дышать. Ну и перчатки тоже. Руки потеют. Снимать постоянно не будешь. А ездишь за рулем много. Поэтому вот одна из самых таких неудобств для меня – это. Поначалу более-менее было. А сейчас это по закрыванию магазинов марш-режим ввели. Ну, сейчас заблюдаются это все. И по шоссе уже начали закрывать эти площадки детские. Отсутствие транспорта. Я делаю прогулку, допустим, до карусели. Обратно, нагулявшись, если иду, сажусь на автобус и еду дальше. Чтобы как-то двигаться. Это мне помешало ездить на родник за водой. Это моя тоже прогулка. Совмещение и воды, и прогулка. Я иду вот в такой мине. Человек молодой едет к жене на работу 1 мая на велосипеде. Он просто падает вот так, увидев меня. Вы представляете, он падает, хохочет. В общем, мы похохотали. Не знаем, как кого зовут. Потому что он первый день в маске был. И я с 1 мая только хожу в такой маске. Для меня ничего не изменилось, в общем-то. Я как ходил на работу, так и хожу. На дачу с собакой больше, в общем-то. Ну, единственное, что в магазины маски требуют везде. Переживем. Пережили голод, переживем и изобилие. Не почувствовала, что я неограничена. Я гуляю три раза с собакой, все отлично. Ухожу за цветочками. Все идет как по накатанной. Эмоциональное состояние большинства людей в период пандемии меняется. Необычная ситуация влияет на общее самочувствие и мироощущение и провоцирует изменения в поведении. Как преодолеть этот непростой период и научиться управлять стрессом, советует психолог. Добрый день. Давайте, наверное, сегодня поговорим о стрессе. Сама ситуация, самоизоляция для нас, для всех очень стрессовая. Что значит стресс? Стресс, как говорил господин Селье, канадский психолог в 60-х годах, это неспецифическая реакция организма на некие ситуации, которые происходят вовне. И эти неспецифические реакции обычно представляют из себя следующий процесс. Наша нервная система начинает возбуждаться за счет выброса кортизола, за счет выброса адреналина. Энергия прикатывает к телу, и мы готовы что-то делать. Появляется покраснение кожи, желание действовать, двигаться, появляется некое состояние агрессии. Это совершенно нормальный процесс. Далее, по сути, если разобраться с этим явлением, следует отметить очень простой момент. Если взять исторически, появление стресса всегда возникало у человека в тот момент, когда он сталкивался с какой-то агрессией вовне. И эта реакция позволяла мобилизовать человека для того, чтобы он начал двигаться вперед, чтобы он смог реагировать. Либо нападать, либо убегать. С этой точки зрения, когда мы находимся в процессе самоизоляции, вот эта реакция на стресс для нас является достаточно пагубной. Когда вдруг по какой-либо причине в условиях закрытой квартиры появляются стрессовые ситуации, эти стрессовые ситуации начинают приводить к ссорам, конфликтам, к агрессии и противотношениям с нашими близкими. Что сделать в этом случае? Шаг номер один. Попробуйте найти в рамках вашей, возможно, небольшой квартиры, некоторое место, где вы сможете сдать выплеск своим физическим эмоциям. Сделать такой момент, чтобы применить силу. Помыть посуду, помыть полы, сделать отжимания, подтянуться. Но в любом случае вот эта физическая нагрузка на первом этапе стрессового формата, она очень важна. Важна как никогда. Когда проходит первый этап, происходит реакция опустошения. Очень часто человек скатывается в эмоцию депрессии, когда руки опускаются и ничего не хочется делать. И это тоже совершенно нормальная реакция на стрессовую ситуацию, на экстремально стрессовую ситуацию. Если вы столкнулись с такой реакцией, что следует сделать? Позволить себе побыть в этом состоянии. Вы не сможете долго присутствовать в этом состоянии, однако выделить себе время на то, чтобы побыть в этом состоянии необходимо. Наберите ванну с водой. Побудьте в этой ванне, и когда будете вытаскивать пробочку, представьте, что вместе с водой уходят и все ваши негативные эмоции. Побудьте в ней столько, сколько нужно вашему организму, чтобы прийти в ресурсное состояние. И третий этап – стабилизация. Когда вы выходите из стрессовой ситуации, всегда возникает важный момент – найти применение вашей активности далее. Вы пережили какой-то момент самоизоляции. Но дальше внутри этой самоизоляции, дабы не войти повторно в стресс, найдите то занятие, которое может приносить вам удовольствие. Я думаю, вы смотрели интернет и все видели те ролики, когда люди фотографируются, поют, создают какие-то продукты своего творчества. То, что помогает им двигаться вперед. Попробуйте за этот период времени найти для себя то, что вас радует, то, что приносит вам удовольствие. Попробуйте сформировать позитивные привычки, о них мы поговорим чуть позже. Попробуйте заняться своим профессиональным развитием, если это возможно сделать. Найдите то дело, которое вам приносит удовольствие. Возможно, то дело, до которого у вас еще не доходили руки. Спектакли Выборгского молодежного театра высоко оценили на Всероссийском конкурсе фестиваля «Его Величество театр». На суд жюри были представлены две постановки, обе заняли призовые места. В номинации «Драматический театр» лауреатом первой степени стал спектакль «Свободная пара», а спектакль по пьесе Чехова «Медведь» удостоился звания лауреата второй степени. Николай Михайлович померли, да там и быть. Божья воля, царство небесное. Не меньше век травы носить, да плакать. У меня тоже в свое время жёлтушка померла. Что ж, поплакал, покоревал с месяц и будет с неё. В состав жюри вошли заслуженные и народные артисты Российской Федерации, работники культуры, известные театральные деятели. Режиссером спектаклей лауреатов выступил Григорий Лагвинюк. В постановках заняты актёры Екатерина Медведева, Роман Клюжев, Никита Селезнёв и Иван Петров. Отметим, что из-за сложной эпидемической ситуации Всероссийский конкурс-фестиваль «Его Величество театр» проходил в формате онлайн. Крошечного котёнка из вентиляционной шахты достали сотрудники службы спасения животных поисково-спасательного отряда «Экстремум». Сигнал поступил из посёлка Вещево. Местные жители долго не могли определить, откуда доносится жалобное мяуканье. Когда поняли, что звук идёт из вентиляционной системы, попытались самостоятельно достать животное. Но это им не удалось. Прибывшие спасатели соорудили лифт и вызвали ли котёнка со дна шахты. Рядом крутился ещё один бездомный кошачий детёныш, который чудом не оказался в плену. Хочется выразить огромную благодарность ребятам службы спасения животных «Кошки спас». Они оперативно отреагировали на звонок, быстро приехали издалека в наш посёлок, работают профессионально, всё чётко, слажено. Вот теперь спасённый котёнок и ещё одна малышка, которая гуляла там, одна и чудом не провалилась в шахту и ищет дом. Сейчас котята находятся на передержке у тех, кто вызвал спасателей. Но в доме уже есть две взрослые кошки и собака, поэтому обоих малышей с радостью передадут новым хозяевам. Те, кто готов взять на себя обязанности по воспитанию и содержанию усатых-полосатых, могут позвонить по телефону, номер которого сейчас на экране. На этом наш выпуск завершён. Увидеть программу «Город новости по-выборски» вы можете в любое время суток на сайте выборг.тв и в группах Выборг ТВ в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова